Кто же он, герой нашего времени? Ну неужели это парень в широких штанах, читающий рэп на ломаном эсперанто? Ну неужели это аренбийол в розовом мехе и со штанами заправленными в сапоги? Где же вы? Где же вы роковые красавицы в трауре? И мрачные парни с гитарами наперевес? Что вообще делается в русском роке? Узнаем сегодня. Сколько на нашей эстраде развезлось всяких братьев? Ома Турман, братья, братья, хоть и название вполне сестринское, братья Гримм, братья еще те, но все-таки есть старые, проверенные, легендарные братья Самойловы, Агата Кристи. Прямо сейчас у нас сегодня один из них. Вадим, заходи, можно? Где брат-то потерялся? Здравствуйте. Не важно, привет, присаживайся. Спасибо. Вадим, вот как-то даже сиротливо, а где братец-то, а? Братец своим делами занимается, я своими. Вот по поводу, кстати говоря, своих дел. Не так давно у вас появилось действительно свое дело, проект Героя нашего времени. Что это такое, кто эти герои, кто их отрывает и где и по каким критериям? Вопросов много. Ну, название, конечно, несколько амбициозное, но тем не менее, мне кажется, полох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, мы ищем новых, интересных рок-музыкантов, молодых, неизвестных, для того, чтобы как-то посодействовать им, сделать первые шаги. Записать альбом, попасть в эфир радиостанции, в мою передачу, как-то познакомить их друг с другом. В общем, это что-то наподобие, знаете, в конце 80-х развивались рок-клубы в разных городах, и вот там все это происходило. Собственно говоря, сейчас благодаря интернету можно выйти далеко за рамки одного города и, в общем, в масштабах всей страны. Это вот, как говорится, бездари пробьются сами, а талантливым нужно помогать. Ну, в общем, да. Слушайте, ну это такая, получается, в своей нише такая альтернатива фабрике. Они же вроде как бы тоже, алло, мы ищем таланты. Ну, у фабрики все-таки совсем другой принцип, потому что там создают продюсеры, создают вместе с артистами некий продукт, да, чтобы потом его эксплуатировать, продукт мерить с зрительским голосованием, чтобы наиболее им понравиться. Что касается нашего проекта, то он, в общем, в первую очередь благотворительный, то есть он не основывается на дальнейшей коммерческой деятельности. То есть мы не собираемся эксплуатировать найденных молодых музыкантов. Вот. И второе, мы как раз наоборот, мы стараемся абстрагироваться от того, чтобы проводить какие-то маркетинговые исследования, да, а что понравится людям. А именно поддержать свободное творчество. То самое свободное творчество, на которое способны самородки, вот люди такие с неординарными мыслями, то творчество, которое потом влияет на массовую культуру. Ну, например, согласитесь, лет 10 назад невозможно было даже предположить, что в таком количестве готическая культура будет присутствовать на экране, да. Когда-то это была альтернативная вот такая вот развивающаяся культура, и, в общем, весьма закрытая, и от нее шарахались. Вот. Сейчас, видите, все по-другому. А спрогнозировать-то можно? Что будет, допустим, на волне летедок через пяток, когда год и так или иначе снова уйдут в андеграунд, в подполье? Трудно сказать. Мода такая скоротичная вещь. Если говорить о моде, там, гламурной моде, которая будет через пять лет, я думаю, что никто прогноз точно не скажет. Потому что такие вещи возникают стихийно, хаотично. Вот. И, в общем-то, я не ставлю цель там что-то спрогнозировать. Я как бы нахожусь внутри процесса, и мне интересно наблюдать, как он, в какую сторону выруливает. Ну и как свободное творчество? Замечательно. Я вообще обрадован тому, что очень много групп, интересных групп, и хороших групп, и групп, которые сочиняют музыку, не рассчитывая на определенный формат, да, на определенные какие-то, не ставя себе цели, непременно стать знаменитыми. А просто сочиняют, потому что не могут этого не делать. Как это было там со всеми, ну, испокон веков, со всеми людьми, которые там что-то сочиняют. Мне ведь кажется, таких людей это достаточно небольшого количества, потому что большинство из них, допустим, сидит в каком-нибудь хорошем, таком провинциальном городе и думает, вот, вот это творчество. Вот, допустим, то, что я сейчас накорябала, это действительно творчество, такого еще не было. То есть, как бы, оно же бывает разным и всяким. Вот сколько приходится прослушивать записи, допустим, за день? Есть какая-то норма? Ну, в неделю мы приходим, получаем на сайт примерно 200 композиций, 200-300, да. Вот их слушаем, из них отбирается порядка 10, которые попадают в эфир. Из 200? На радио, да, примерно 10. Что касается творчества, как вы сказали, провинциального человека, который там сидит, что-то делает. Конечно, нужно, чтобы не только человек, который сочинил, да, вот, сидел и восхищался тем, что это вот гениально сочинил, потому что это может быть далеко и не так. Конечно. А для того, чтобы более объективную оценку какую-то представить, нужно все это показывать людям. И у нас на сайте проекта как раз ребята слушают свои композиции, ставят друг другу оценки и обсуждают творчество друг друга. Это очень важная вещь, да. А, такое вот живое общение форума. Конечно, да, это самое важное, на самом деле, даже, дело даже не в том, что кто-то прислал композицию, она мне понравилась и куда-то там попала. Дело в том, что они видят, сколько их много, и они, как бы, свое творчество себе же носут и выставляют. И это такая очень интересная среда получилась, живая такая, яркая. А есть прям какие-то прям такие вот, такие бриллианты, на которые всегда можно сделать ставку? Ну, ставку я не делаю, я уже говорю, потому что ставка это такой некий продюсерский такой какой-то атрибут, да. А то есть вы открещиваетесь от всего того, что связано с названием продюсер? Да, потому что у нас благотворительный проект, действительно. Я, наверное, в какой-то степени там функции продюсера выполняю, потому что, ну, я могу посоветовать что-то там ребятам сделать, я могу какие-то их песни там на радио поставить, пригласить на фестиваль. То есть некий продакшн, как бы, я делаю. Но это, в общем, не коммерческие взаимоотношения, это помощь, как бы, ребятам. И для того, чтобы сейчас помочь большему количеству людей, мы организовали, собственно говоря, фестиваль, который пройдет скоро, 24 июня. И вот там пригласили 12 групп молодых на большой сцене вместе со звездами. Это вот из нашего проекта, вот уже из этого сделано. Да, да, да. И вот привозим их со всей страны, и они там будут выступать, впервые дебютируют вместе со звездами нашими. И кроме этого, там еще будет малая сцена, и там вообще порядка 30 групп просто сами соберутся и будут тоже выступать друг другу, показывать свое творчество. Такая большая рок-лаборатория. Так что урок-лаборатория очень скоро начнет свою работу. Мы же свою работу продолжаем, и буквально через парочку минут мы снова вернемся на это же место. Так что будьте где-нибудь в обозримом пространстве. Если человек с экрана смотрит волком, хмурит брови и пытает беззащитную гитару, то этот человек называется рок-звездой, и клипы у него соответствующие. Как жить, это, конечно, дело личное, но вот как жить везде, это уже дело общественное. Место кумира под лупой. Вот наш девиз. Начали мы тут говорить о бриллиантах, так сказать, проекта «Герои нашего времени». Какие-то яркие коллективы с именами уже, которые вы точно узнаете, что из них будет толк. Уже нарисовались? Можно их перечислить вот так вот, по пальцам? Ну, вот, и можно перечислить, но другое дело, что название никому ничего не скажет. Ну, пока вот. Да, ну, я особое внимание, вот мне больше всего симпатично, группа «Тантра». Они, мы земляки из Екатеринбурга, тоже переехали в Москву недавно. Последователи такие, они архитекторы сами по образованию. Оттуда же наутилус. Не, ну, у нас все не взрослые, все 20 там, плюс-минус. Вот, молодые ребята, мы сейчас с ними записываем альбом. Ну, и много других групп. Мне очень нравится группа «Ясная, светлая» московская. Это такой неординарный вообще атмосферный проект. Тоже у нас будет выступать. Кого еще назвать вам? Я не знаю, просто было глупое перечисление. Поэтому, как бы, вот можно на сайт проекта зайти, там у нас прямо объявлено, кто у нас выступает на этих фестивалях. Будем рады заходить посмотреть. А есть какая-то тенденция? То есть какой город сейчас реально рулит? В плане поставки каких-то вот таких вот сколочных, хорошо сколочных кадров? Ну, рулит традиционно самые крупные рок-столицы. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск в меньшей степени, Омск. Ну, в общем, все классические, большие студенческие города. И города, из которых и так много группы всегда и выходило. А тенденция какая-то есть? То есть, понятное дело, что, допустим, герои нашего времени, они периодически регулярно косят под какую-нибудь состоявшуюся уже звезду. Есть какая-то такая? У нас, в общем, в общении с коллегами, нам удалось достаточно правильную тенденцию выработать на то, что мы, все, кто косит, как бы у нас получают самые минимальные рейтинги, так уж наше сообщество устроено. А вот кого косит? Я считаю, ну, под разных людей. Ну, я не сказал, что прямо косит, но, скажем так, когда до плагиата дело, конечно, не доходит, но когда это вторично, это неинтересно. Вот на заре рок-музыки нашей отечественной концерты в 90-х, я помню время, у нас в Свердловском рок-клубе считалось быть просто, извините за подло, быть похожим на кого-то. Нужно было непременно чем-то отличаться от остальных. И я до сих пор уверен абсолютно, что это чрезвычайно важно. Поэтому мы культивируем из себя вот такой подход к музыке, такой подход к творчеству, а не, наоборот, не клишированный. Вот смотрите, еще один такой выход молодых начинающих – это радио. Действительно такой серьезный портал, да, и, собственно, программа, которую вы видите на радио, на нашем радио. Да, с этой программы все и началось. Потому что, вот тут нужно правильно понимать, вот это сейчас так громко называется «Благотворительный проект героя нашего времени». На самом деле это название достаточно простой инициативы, которая разрослась до такого масштабного мероприятия. Началось все с того, что я, в принципе, по образованию сам радиоинженер. И очень меня всегда любил копошить, вот пульты, звуки, что-то. И с самых ранних лет, там, первой магнитофонной записи, там, на столе стучал. И звукозаписи я обожаю. Все альбомы «Агаты Кристи», соответственно, мы самостоятельно записаны. Потом мне посчастливилось поработать и с Наутилусом, и с Настей Полевой, и с группой «Чичерина» дебютный альбом я делал. То есть я в качестве салон-продюсера очень много где поучаствовал, мне доставляет удовольствие. Я очень люблю, когда вот сырой материал, только что написан, да, человеком, еще просто вот под гитару. И потом как-то он медленно превращается, какие-то вот возникают это огранка, возникают какие-то звуки, и потом это становится живой музыкой, которая потом как-то вот становится песней, вот ее можно давать слушать людям. Мне этот процесс очень захватывает, и всегда мне нравился. Поэтому я когда-то мне наше радио предложило вести передачу «Худсовет», а передача, собственно говоря, по такому принципу и строится. Нужно слушать новые группы и анализировать, рассказывать, что понравилось, что не понравилось, ставить лучше. Потом, после того, как этих групп стало много, да, мы создали сайт, потому что очень много было пластинок, уже как бы негде было их хранить. На сайте композиции проще размещать. Потом групп стало хороших столько много, что мы решили, ну, надо приглашать в Москву, уже как-то записывать им пластинки, помогать. И сейчас ко мне в студию приезжает каждый месяц группы, и мы им записываем дебютные пластинки, которые вот скоро, осенью, надеюсь, тоже начнем отпускать. Вадим, вы смотрите, какая тенденция. Вот, допустим, в попсе, да, брать, если вот этот пласт, то сейчас как бы вот оно налицо, такое гниение какое-то, потому что найти действительно очень хороший проект практически невозможно. Что, собственно говоря, сейчас и пытаются сделать и все продюсеры, и все остальные, все кому не лень. А вы говорите о том, что, допустим, рок-команд действительно хороших в последнее время достаточное количество. То есть, нужно просто понимать правильно, что в современном медиапространстве, да, то есть телевидении, радио, да, а по объективным совершенно причинам, это же коммерческие предприятия, они вынуждены следить за рейтингом, поэтому не могут каналы коммерческие поставить обо что, да, то, что не попадает в их формат. То, что рейтинг может упасть, как бы это коснется всех там денежных вопросов. Это совершенно нормальная ситуация, и я не считаю, что там рок-культура в загоне находится, или там вообще независимая культура, но просто на фоне вот такого нового коммерческого медиапространства она не так заметна. Но она на самом деле существует. Я об этом многократно задумывался, когда, знаете, я бывал в различных клубах на каких-то странных мероприятиях, например, там, Кельтский Новый год. Вот приходишь на Кельтский Новый год, собирается две тысячи человек, которые вот пляшут вот эти вот танцы, у них выступает там до 20 групп, есть местные звезды, песни, которые все хором поют. То есть есть огромные пласты вот этой субкультуры, да, независимой, которая просто, ну, не попадает в средства массовой информации, но тем не менее существует. И вот мы, собственно говоря, вот этим сайтом, какими-то программами радиинами, мы пытаемся эту культуру чуть-чуть выталкивать на поверхность. Надеюсь, что у нас получится потом превратиться в нечто такое большее и заметное. Собственно, вот фестиваль, то есть уже собрать такие вот группы, которые неформатные, и перевезти их в Москву. Это достаточно крупное уже для нас событие. Первое такое крупное событие. Я надеюсь, что оно систематическим будет. О, надеюсь, систематически Москву будет потрясывать от подобных фестивалей. Так что культуру будем приподнимать вместе. Думаю, что нам мощи для этого хватит. В феврале 2008 года группе Агаты Крисли стукнет 20 лет. Ну, еще какой-нибудь годик, и можно будет пиво в ларьке покупать по-честному. Ну, а пока ребята готовы всего лишь выпить море. Не на кого равняться? Журналы подскажут. Некому подражать? Ну, так глянец научит. Кумир во всей красе. Смотри и учись. Ну, раз уж здесь сидит мой непосредственный коллега, так сказать, из конкурирующей радиостанции, хотя действительно мы даже и не конкуренты вовсе, но вот про нас, про таких людей говорят, что вот нас скорее слышно, нежели видно, но мы вот являемся как раз счастливыми исключениями. Я так понимаю, Вадим, что очень скоро у Агаты Крисли, у коллектива юбилей, буквально через... Наверное, в феврале 2008 года. Вот мы же подсчитали, мы же все знаем. Вы как-нибудь уже готовитесь? Я не знаю, как-то костюмчики пошили? Ну, костюмчики мы пошьем в последний момент, когда будет понятен масштаб бедствия, то есть где мы будем праздновать 20-летие. Мы сейчас спланируем записать новый альбом летом. Вот, буквально после того, как я вот этот фестиваль проведу, в общем, мы сядем с братом, друг другу будем показывать песни новые и начнем его записывать. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы этот альбом к юбилею нашему вышел. Ну, посмотрим, надеюсь, что так и состоится. Вот, ну и... А потом, конечно, будет концерт какой-то. Он будет или большой, или маленький. Все будет зависеть от резонанса альбома, который мы получим. А скажите, пожалуйста, Вадим, вот все-таки, знаете, что-то, если задуматься о внешнем виде рокера, вот такого, да, то он как-то так вот плюс-минусно все равно варьировался в разные периоды, в зависимости от моды. То есть и рокер синий, зеленый, красный, допустим. Глаза подведены, просто оставлены так. Лак на ногтях или ногти без лака, вот что-то такое. Какие-то вот такие изменения в вашем имидже наблюдаются? Вот видите, вы сами сказали, достаточно типичное представление, да, то есть это нечто экстравагантное, но у вас еще слабо хорошее представление, потому что большинство обывателей представление о рокере, это такие грязные волосы, черные, вонючие, кожаные штаны. Да, вот. И, собственно говоря, это такое вот расхожее представление. И, собственно, я занимаюсь вот этим всем, в том числе для того, чтобы сломать это представление, потому что люди не такие, люди умные, образованные. Современные молодые люди, они отличаются, естественно, от, знаете, таких спивающихся социалистических диссидентов. Поэтому они смотрят, они следят за модой, там, им важно, как они выглядят, им важно, насколько умно они разговаривают. То есть, поэтому это современные такие вот люди, которые совершенно, любой из них может стать героем глянцевого журнала. Поэтому я, собственно говоря, хочу еще... Я часто сталкиваюсь с тем, что вы сказали, да, что вот рок-музыкант обязательно экстравагантное что-то. И думаю, что это такое заблуждение, которое мы скоро сломаем. Ну, я надеюсь очень. Скажите, пожалуйста, заблуждение или нет, но мне кажется, что все-таки девичьих коллективов в рок-среде их меньше. От чего же? Ну, от того, что так устроены девочки и мальчики, видимо. Да нет, но на самом деле много. Вот у нас, например, на фестивале будет представлять Москву и Екатеринбург сразу две женские альтернативные группы. Причем очень хорошего уровня. Убедительно? Да, очень убедительно, да. Одна называется Бамблби, это московская группа, и группа Фэтбит из Екатеринбурга. Еще я подумаю третью пригласить. Замечательный проект Лола называется. Тоже девушка делает первые шаги, поет так, что прям по-настоящему. Ну, то есть обычно у девочек это как-то не очень хорошо получается, от чего мальчики всегда смеются и как минимум относятся снисходительно. Не, ну я в этом смысле не испытываю, у меня нет никаких приоритетов. То есть это может быть хорошо, и все равно кто-то поет. Главное, чтобы это было предметом искусства. Было бы что обсуждать. А вот, допустим, мне просто очень интересно про рок-культуру, именно вот этого среза, этого времени. Все, что касается девочек. Вот кого вы можете вот назвать, на что действительно можно ориентироваться и сказать, что вот да, действительно это хорошая, качественная музыка? Ну, если брать вообще, да, всю музыку, мировую в том числе. Мировую, ну и наши, конечно, тоже интересные. Ну, наших я вот совсем молодых перечислил вам, да, из тех, кто... Ну, конечно, нельзя... Давайте, нужно две вещи подразделить. Одно дело мой вкус, да, другое дело общепризнанные, состоявшие успешные как бы какие-то группы. Окей, давайте на ваш вкус. Ну, на мой вкус, даже так с первого рта не скажу. Вот Мара, как вам? Ну, Мара, я достаточно спокойно отношусь к этому проекту. Вот мне кажется, что там достаточно поверхностно все по стиху. Хотя надо дать должное, она очень энергичная, да, и очень на сцене неплохо, так сказать, себя чувствует. Вот, но мне не хватает глубины личности в текстах и в том, что она вообще говорит. Мне очень нравилась Течерина. Течерина замечательная, но что-то вот как-то они сейчас немножко подпропали. Ну, вы же общались, Иванович, что случилось? Да, я дебют... Просто мы за Юли очень переживаем. Ну, я, честно говоря, не знаю, что случилось током, но я думаю, что у нее потенциал большой, и это временно такое. Ну, это у всех бывает. После успеха, знаете, какие-то начинают неурядицы, и в коллективе, может быть, в личной жизни. Ну, видимо, у нее сейчас такая полоса, и я искренне желаю эту полосу успешно преодолеть, потому что творческий потенциал у нее хороший. Она яркая, она такая нетипичная для всего нашего остального, так сказать, рок-мира. Такая вот девочка с радужными какими-то штуками, поющая тяжелую музыку. Так что, думаю, сегодня будет хорошо. Скажите, пожалуйста, всегда противоречивые мнения вызывает у нас певица Земфира. Даже непосредственно в своей среде. А что вы думаете, вообще, проект Земфира как проект, она уже способна на возрождение потенциально? Ее ждут, либо она должна остаться вот такой, легендой? Ну, мне трудно отвечать, потому что я ее как бы близко знаю, и этот вопрос, как бы, сразу же начинаем... Ну, это морфоза у меня в голове происходит. С точки зрения личной ее пути, я не знаю, как он будет развиваться, захочет ли ей снова стать мега-звездой, да, или остаться легендой. Да, она не хочет. Ну, я не знаю, честно говоря, я не знаю, говорю. О том, что она способна на очень многое в творчестве, да, и в музыке, и далеко не исчерпана, это несомненно. Она талантливейший человек, и такие люди могут надолго уходить и потом очень сильно всплывать. И, кстати, Агата Костя, это вам подтверждение. Ну что ж, я очень надеюсь, искренне верю, что все те, кого мы любим и уже ждем, в самое ближайшее время всплывут. Мы всплывем, но ровно через пять минут, какие бы плохие ассоциации этот глагол не вызывал. Мы хорошие, оттого и не тонем. Еще три минуты тоски и безнадеги в исполнении группы Агата Кристи. У кого иммунитет ослаблен, рекомендую принять аскорбинку, надеть теплые носки и вообще, смотрите в полглаза. Досуг кумира – это любопытно. Кому слабости, кому хобби, ну а кому привычное дело. Ну, как я и обещала, ждать нас долго не пришлось. Вадим, скажите, пожалуйста, вот все тексты, допустим, Агата Кристи, они какие-то такие эзотеричные. Что-то в них такое есть. Вот даже, вы знаете, грешным делом признаюсь, прочитал тут недавно все ночные сумеречные и дневные дозоры. Очень часто автор рассылается, как раз дает ссылку на ваши песни. И как раз в таком контексте эзотерики, мистики и всего остального. Ну, вообще, это любимый такой жанр культуры. И в литературе, и в кинематографе, и в музыке. Ну да, вот такие вот у нас образ мыслей такой. Способ мировосприятия. Я просто процитирую как раз Лукьянин, когда он говорил, то есть там словами героя, все остальное. Вот, Агата Кристи, Самойловы наверняка тоже иные. Что-то там такое было смешно. Вы себя вообще как-то с этим идентифицируете? Поему виднее. Все я могу сказать. Хорошо, а эзотерика и мистика в вашей жизни, как там она присутствует? То есть вы верите? Ну, я верю очень много вещей. Но другое дело, что в жизни, в быту я человек не суверен абсолютно. То есть, да, я уверен в том, что, ну, есть как бы сила характера, сила личности, и нельзя ее недооценивать, и не надо идти на поводу предрассудков, так скажем. То есть вы вот никаким образом не сядете на упавшую там афишу туда, куда она упала? Нет. Как это делают другие артисты? Я считаю, что человек должен быть в себе уверен. Иначе, ну, какой смысл выходить на сцену и пытаться говорить, что ты имеешь право там вообще находиться? Слушайте, а что самое страшное может быть на сцене, вот когда ты вот выходишь? Вот кошмарный сон, допустим, рок-музыканта. Что-то падает, что-то не включается. Очень много чего можно предположить. Самое главное, входишь на сцену, а зал пустой. Вот чего, не хотелось бы никогда. О, а какие экстремальные какие-то такие вещи случались? Ну, мне кажется, плохо тот музыкант, который ни разу не падал со сцены, или с которым не случались какие-то такие вещи? Не, ну, случалось, конечно, разное. Ну, вы знаете, как-то я об этом особенно не вспоминаю. Потому что, когда об этом вспоминаешь, это как бы весело, да? Но на самом деле в такие моменты на сцене-то достаточно тяжело. Люди себя чувствуют и стресс серьезно переживают. И, видимо, у меня память так устроена, что я весь негатив стараюсь как бы куда-то стирать и откладывать. Разное случалось, все что угодно. Но до травм, слава богу, не доходило. Да, уж действительно. Да, уж действительно, слава богу. Хорошо. А вот по поводу группы, по поводу предстоящих каких-то вот таких вот концертов. Скажите, пожалуйста, гастролями в каком городе обозначились, ну, самым каким-то глобальным образом? В какой город вы любите приезжать больше всего? Ну, не сказал бы, что у нас есть любимый-любимый-любимый город. Вот. Ну, традиционно у нас все, если мы там записали новый альбом или празднуем день рождения, у нас, конечно, три города. Это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Вот это особые города, где мы что-то особенное устраиваем. Вот, где уступает много гостей, соответственно, где много друзей, знакомых. Вот, потому что это признанный рок столицей. А скажите, поклонницы вот ваши, они вместе с группой выросли или они просто периодически и регулярно меняются и возраст их остается примерно тот же? Ну, у нас, да, у нас уже не одно поколение, на самом деле, поклонников. Я прямо замечаю, что как только после выпуска последнего альбома нашего, новые люди подключаются, новые тинейджеры подключаются. Есть люди, которые с нами вместе прожили какой-то достаточно вменяемый период жизни, и они приходят сейчас на концерт, там, люди, которым 40 лет и выше, да, с детьми приходят при этом, которые уже являются нашими фанатами. В передних рядах всегда находятся тинейджеры, и они всегда ведут себя экзальтированно, эмоционально, и такое впечатление, что за 20 лет за этим ничего не поменялось. Обманчивое впечатление, что это такое же. Так что публика у нас разношерстная, и молодые снова-снова появляются. И на самом деле, когда человек приходит и приносит на подпись пластинки, которая была записана еще до его рождения, то это вселяет надежду на то, что будущее есть. Да уж, поскольку есть и нормально причёсанное прошлое. Совершенно верно. А вот по поводу, хотелось быта все-таки узнать. Все-таки опять есть такое расхожее мнение, что рок-музыканты в быту дома, это страшный пьяный угар, какие-то вечеринки, после чего дом скорее напоминает разруху в военное время. Я думаю, что у любого человека период рок-н-ролльный в жизни присутствует. У любого студента, живущего в общежитии, в общем, у любого театрального актера, который впервые уезжает на гастроли, у любого актера из жары популярной музыки, у фабрикантов. Все это есть у всех, но почему-то именно к рок-музыкантам это клишировано, приклеено. Я думаю, что отчасти это ошибка самих рокеров, которые прям такой поблизости на этом себе делают. Времена меняются, сейчас все по-другому. Сейчас почитайте «Желтую прессу», там, мне кажется, депутаты сейчас номер один в этом смысле. Согласна. Лавры отнимают только так. Да, они, в общем, да, мы уже на память первенства не претендуем. А вот еще, знаете, рок-команды имеют такую тенденцию, вы знаете, все, я устал, я ухожу, я хочу сольный проект. Все-таки вдвоем с братом, друг от друга, не устаете? Не было ли когда такого, что вот хотелось действительно все бросить, пойти делать что-то самому? Ну, периодически бывает такое. Дело в том, что каждый раз, скажем так, мы слишком уважаем то, что у нас вместе получается. То, что мы вместе создали группу «Богатой Кристи», ну, действительно, хорошая получилась группа и интересная музыка. И разбрасываться этим не хочется. И вот сейчас у нас много достаточно параллельных проектов, в которых я там музыку к фильмам пишу, там, периодически, там, какие-то сольные работы, Глеб, что-то там, то Саша Скляра-Авертистского споет, то творческий вечер устроит. И мы на этих проектах отдыхаем немножко друг от друга и с новыми силами принимаемся за совместное уже творчество. Нужно ценить то, что ты сделал. Ну, что же, мы же совместными силами принимаемся за следующий этап нашего разговора. Что это будет, вы узнаете чуть попозже, но я-то знаю, что будет точно интересно. И на сегодня это последняя музыкальная пауза а-ля «Фаталь» в исполнении группы Агата Кристи. И помните, мрачная внешность вовсе не означает угрюмый характер. Среди рокеров тоже бывают оптимисты. Слухи – это дело темное. Правда. Вот чего хотят знать народы. Ну что ж, правду и получат. Ну что же, нам остался небольшой блиц. Короткие вопросы, ваши короткие ответы. Надеюсь, все будет честно. Правда ли, что у вас был выбор – назвать группу Агата Кристи или Жак из Кусто? Совершенно верно был. Я придумал, что название группы должно быть имя и фамилия. И было два претендента. А чем вот Кусто-то не угодил? Произносится хуже. Агата Кристи более просто. Мы вообще никакого смысла не вкладывали. Это потом уже люди смысл додумали. В общем, это и прикольно. А потом уже и началась и Ума Турман, и все остальные. Нам это знают? Вообще многовато братьев теперь на сцене. Кстати, по этому поводу, да, семейный подряд действует вообще безотказно. А правда ли, что на одном из ваших концертов фанаты так разбушевались, что охрана сбежала от них на сцену? Ну, если быть более точным, то толпа фанатов на концерте в Санкт-Петербурге загнала 12 бойцов ОМОНа в спецобмундировании под сцену. И они потом вынуждены были убиваться, и весь концерт, оставшийся, просидели на сцене перед нами на корточках. Ох, ничего себе! С считанием этих во всех в облачении. Вам-то, наверное, сверху было это очень увлекательно наблюдать? Я больше всего переживал, потому что в передних рядах дети же в основном, что они друг друга подавятся сами. И это интеллигентный Питер? А Питер, кстати, вообще очень склонен к такому массовому бесшабашному фанатизму. Там очень умеют любить артисты, фанатеют очень крепко. Да. А правда ли, что вы с братом на пару озвучили мультик? Ну, не только мы принимали участие в этом мультике. Там большое количество различных органурных наших коллег. Мы озвучивали персонажа мэра города. У него было два лица. Он их поворачивал. Одно было пессимистическое, другое — оптимистическое. Вот Глеб озвучивал оптимистично, а я пессимистично. А вообще мультик — это кошмар перед Рождеством знаменитого Тима Бертона. А, ну точно, всё, открыли глаза. Так, следующий вопрос. Правда ли, что некоторые ваши клипы запрещали к показу на телевидении? Ну, не на телевидении вообще, а на нескольких каналах, которые, так называемые, федеральные. То есть в некоторых случаях нам говорили, что слишком у вас депрессивные клипы. В общем, и они не соответствуют именно же общенационального канала. Такое случалось. То есть хэппи-энды были нужны? Хэппи-энды были нужны, а у нас они не получаются. Как-то вот так. Ну, надеюсь, сегодня обойдётся. Так, правда ли, что вы с Глебом написали музыку для модного дефиле? У Глеба, значит, женой Глеба Самойлова Анна Чистова, была модельер из известного дуэта Чистова Эндаурова, ему действительно написали такой сет небольшой для показа на основе нашего альбома. В частности, песни «Красная шапочка» там была страшная такая. Ну что же, нам осталось теперь только финальное дефиле. Теперь уже от вас, вот, пожалуйста, подиум под ваши бурные и продолжительные аплодисменты вынуждены распрощаться, к сожалению. Спасибо большое, что выделили время. Спасибо вам. Приглашайте нас на юбилей. Ну, приходите к нам на юбилей, попоём песни вместе. И приходите на фестиваль «Героя нашего времени», познакомитесь с молодыми начинающими рок-музыкантами. Ну, если они к нам приставать не будут, тогда приду. Вы их же подготовьте как-нибудь так. Хорошо, мы дадим указания. Ладно, ну всё, пока счастливо. Брату большой привет. Всего доброго. Будем подслушивать вас. Вы тоже подсматривайте за нами. Иногда очень даже приятно и полезно. Кто слушал, тот молодец. Кто нас смотрел, тот наш человек. А вот кто щёлкал с канала на канал, тот пусть раскаивается. У него на это есть ровная неделя. После чего снова будет шанс исправиться. Смотрите «Хит-экспресс». Всё самое занятное экран покажет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Смотрите.